Год только начался, в суде уже рассмотрены два дела об ограничении родительских прав. В одном случае без родительской заботы осталась восьмиклассница. Ответчица злоупотребляла спиртными напитками, состояла на учете в наркологической службе. И ситуация уже дошла до такого состояния, что мать просто не контролировала своего ребенка. Не воспитывала и не контролировала дочку. Это мягко сказано. Мать сама пила и спаивала собственную дочь. Девочка ночевала в квартире одна со своей подружкой. Распивали они спиртные напитки с девочкой. При этом, как было установлено, что в некоторых случаях мама сама покупала спиртосодержащие напитки своей дочери и ее подруги. В суд мамаша пришла пьяная. Виновная себя не признала. 15-летнюю Оксану поселили в реабилитационном центре «Радуга». И еще одна горе мамаша и вовсе в суд не явилась. Ее 6-летняя дочка уже находится в приемной семье. Вспоминать о жизни, которая была ранее, не желает. Так как были случаи, когда девочка, когда ей было 3 годика, ходила сама уже самостоятельно в магазин за хлебом. При этом денежных средств не хватало. Поэтому воспоминания, конечно, у девочки очень горькие об этом случае. Она помнит. О том, что по вине матери пострадал ребенок, соседи знают, но по-человечески сочувствуют и пытаются найти ей оправдание. Как я, вот мать твоих детей, да, я бы на человека скупился. Девочка ее прям обожала. Ну, до того, как как бы сесть. 32-летняя мамаша отсидела за наркотики, а когда вышла на свободу, ей уже было не до дочки. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.